Начинаем наш обзор текущей недели. С недавних пор это видео, а не текстовый формат. Ну, сразу перейду к делу. У меня открыт календарь Admiral Markets, календарь на текущую неделю. Ну, как обычно, вы знаете, я выбираю только те страны, которые достаточно интересны мне. Новозеландским долларом не торгую, австралийским тоже, поэтому у меня не все страны в календаре открыты. Те, кто торгуют этими парами, вам нужно будет включить соответствующие валюты. Ну, и Францию я убрал, потому что выборы прошли. Итак, неделя не очень богата на всякие макро-новости, макро-статистику, но все же что-то есть. Благодаря Банку Англии и заседанию в четверг, наверное, неделя будет интересной для фунта, для пары фунт-доллар. Какая тут ситуация, вкратце, на паре фунт-доллар, точнее, в Великобритании инфляция растет достаточно быстрыми темпами. Это было неожиданностью для Банка Англии, точнее, не для всех ее членов, а для восьми из девяти. Одна представительница комитета по монетарной политике все-таки в прошлый раз проголосовала за повышение ставки и была права. Инфляция оказалась выше, чем ожидается, и посмотрим в этот раз, что будет делать Банк Англии. Скорее всего, конечно же, ставки сохранят на прежнем уровне. Даже рынок видит, что и количественное смягчение, да, меры по количественному смягчению тоже будут оставлены на прежних объемах, 435 миллиардов. Но важны вот минутки. На минутках, как вы понимаете, публикуют разброс, так сказать, голосов. Это своего рода протокол, да, но это и есть протокол. Протокол распечатка того, что было на прошлом заседании. Так что по паре фунт-доллар возможно какие-то сильные движения, тем более в последнее время котировки немного устаканились, немного волатильность спала. Так что мы можем увидеть сильное движение. Я все-таки склонен к тому, что если Банк Англии нас не удивит тем, что будет продолжать относительно мягкую монетарную политику, если Банк Англии нас не разочарует даже, я бы сказал, то курс все же намерен идти вверх. Мне кажется, что инфляция и риски инфляции пока банкам недооценены. И рынки будут отыгрывать именно это, дисконтировать в котировках именно этот факт. Ну, посмотрим, что будет по факту. Ну и у нас в пятницу ВВП по Германии. Достаточно важно, потому что ЕЦБ сейчас тоже находится где-то между выбором нажать на газ и начать думать об увеличении ставок, или же будет сохранять прежнюю политику. Марио Драги в последний раз нам не дал четкого ответа на этот вопрос. Так что ВВП Германии может тоже сдвинуть голоса, сдвинуть мнение ЕЦБ в ту или иную сторону. Ну и по штатам у нас целый ряд макростатистики в пятницу. Обычно в пятницу много выходит макростатистики. Мы сейчас поговорим еще и о нонфармах, которые были на прошлой неделе. Тут у нас ритейл сейлс, инфляция. Это, ну, в общем, такой пакет, ФРСный пакет, данные, которые могут быть интересны с точки зрения будущих ставок. Кстати, давайте глянем на то, как могут измениться ставки. Вот тут вы видите сайт CMY Group. Это чикагская товарная биржа. Они немного поменяли формат, очень красиво сделали и дизайн изменили. И вот тут, помимо вот текущей ставки, мы раньше смотрели вот сюда, да, какова вероятность сохранения ставки 14 июня, какова вероятность повышения. Там вот на 20 сентября можно посмотреть тот же разброс сил. Это мнение рынка, так называемое. То есть рынок торгует фьючерсом на эту ставку и через этот фьючерс мы понимаем, через эту торговлю, что думает рынок. Так вот, тут есть еще одна закладка, где можно сразу понять, на каком заседании и куда ставка может устремиться. Вот видите, 14.06, 14 июня, сохранение в меньшинстве уже 14 июня, повышение до 1.25, 83%, потом меньше, 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 потому что вероятность двух увеличений растет и где-то к концу года вероятность двух повышений уже выше, чем одного. Так что мы видим, когда рынок настроен на то, что будет два повышения. То есть мы видим два повышения, вот первое и к концу года второе. Тут более наглядно все это видно. Одно у нас уже было 15 марта, ну так как рынок и прогнозировал в конце года, в начале 2017 года будет два, это три повышения. Одно уже было, два осталось. Но эта таблица вероятности, как вы понимаете, меняется в любой момент, может измениться мнение рынка, фьючерс, так сказать, торгуются каждый день. Но вот на данный момент такой разброс у нас вероятности. Итак, на 14 июня, вот сейчас зафиксируем сегодня, 8 мая, понедельник, на 14 июня у нас вероятность повышения 83%. Посмотрим, что будет на следующей неделе и в связи с чем. Выросла эта вероятность достаточно сильно ввиду того, может быть здесь видно, да, посмотрите, неделю назад вероятность 100-125 была 67,5%. Ну, наверное, все вы поняли, с чем это связано, даже в пятницу, 5 мая было 78%. Это связано с ростом числа новых рабочих мест. Нонфармы вышли в пятницу, очень хорошие нонфармы и такой мощный драйв, мощный оптимизм был дан рынку по поводу повышения ставки. То есть у ФРС уже нет причин держать ее, нонфармы всего один раз были слабыми, ну, относительно слабыми, 98 тысяч рабочих мест. Хотя я бы сказал, да, это действительно очень слабые нонфармы, учитывая, где мы находимся, в какой ситуации, в каком временном отрезке. То есть в такой же период предкризисный, да, в бум прошлый раз, в 2007-2006 году, рабочие места и по 300, и по 400 тысяч создавалось. Ну, за 400 не скажу, а вот 300-350 было точно стабильно. Так что 98 слабые данные. И вот последние цифры оказались достаточно неплохими. Прогноз был 185, вышло, по-моему, 211. И эти цифры дают рынкам надежду на то, что все идет по плану, будет ровно три повышения. И на этом фоне выросли и рынки. Давайте посмотрим, что происходит. Ну, нефть оставила потом. S&P побил новый максимум исторический, чуть выше поднялся предыдущего. Ну, можно рассматривать двойную вершину, но смысла пока нет. Эйфория на рынке достаточно сильная. И были отыграны все технические фигуры. Вот этот флаг очень хорошо был отыгран на гэпе. На гэпе по выбору, да, по-моему, во Франции первый тур был победа нужного кандидата. Ну, и дальше мы ушли еще немного вверх. Ну, я бы не стал сейчас покупать, потому что достаточно высокие уровни, легче дождаться коррекции. Вот эта коррекция, наверное, считать не стоит. Достаточно слабая коррекция, несколько процентов. Я бы все-таки ждал серьезной коррекции. Ну, и по нефти, хочу сказать, был повод зайти. Сейчас рынки корректируются абсолютно на отсутствие каких-либо новостей по рынку нефти. Точнее, это те же факторы. Это тот же нон-фарм, та же эйфория на рынке, может быть. Да и сильно мы свалились. Отыгрываться все-таки нужно, корректироваться все-таки нужно. Но по рынку нефти нет ни одной бычьей новости, которая могла бы увести рынки выше 55 в ближайшее время. ОПЕК пока молчит. У ОПЕК-инструментов не так много. Не думаю, что они смогут что-либо сделать такого, что заставит рынки снова покупать нефть, снова ее котировать выше 50 и даже 55. Так что ждем коррекции в район 50 и где-то около этой отметки. И оттуда я бы смело снова стоял на понижении. Если еще дадут такую цену, если получится зайти по такой цене. Потому что, на мой взгляд, песенка нефти спета. Она давно спета, просто рынки долгое время имели какую-то надежду, иррациональность, я бы сказал. Итак, вернемся к календарю. У меня по брифингу тоже была открыта закладка. Вот вы видите. Ничего особенного. Те же данные. Просто я всегда пытаюсь убедиться в том, что ничего не пропустил. Мичиган, да, у нас еще был. Не думаю, что это столь важно сейчас. Ну и все. Я думаю, больше никаких особо данных нет. Всем хорошей недели. Всем удачных торгов, праздников. И увидимся завтра на вебинаре во вторник. Будем обсуждать текущую ситуацию. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok